Мир Вам! А Вы можете вот так на меня сейчас подержать? Вот так вот держите, чтобы меня чуть-чуть видно было. Вот так повыше, вот так держите. Вот чуть-чуть подержите, да. Весь платок видно. Ну ладно, слава Богу, я сейчас немножко вот так поставлю. Вот так немножко поставим. Вот так повыше, да, там может попадется что-нибудь. Самое главное, чтобы слышно было. Мы немножко духовное что-нибудь поговорим, да, на духовной теме? Давайте. Вы в храм-то ходите? Редко. Редко, да. А Вы сами откуда? В местной? Там был в Штабовской области. Нет, я имею в виду сейчас Вы где живете? В Ильяновске. Ну здесь на Верхней? Нет. С Новогорода, да? В Новогороде, да. А, с Новогорода, я тоже в Новогорода. А Вы там храм какой ходите, Никольский? Да, который на Ульяновском. Нет, на авиастроительском. Андрей? Ну да, Святец Николаев. Да. Редко там бываете, да? Редко, да. А сколько Вам лет? В месяц. Восемьдесят. Восемьдесят? Да. Даже не скажешь. Семьдесят девять, то есть скоро. Ну пошел восемьдесят. Хорошо, пошел. Да. А Вы крестились когда? Крещение как? Крестились, я помню, до школы. То есть маленькой были? Да. Или все-таки уже осознание? Нет, до школы. До школы бабушка водила, мама моя проводница работала. И тогда ведь атеизм был. Запрещали, не-не-не-не. Это в городе Вас крестили? Да. В городе Крещение? В городе Крещение. А, или в деревне? В деревне. В деревне. В деревне. А как крестили сами Вы помните? Да. Как Крещение Вас полностью погружали? Или только голову мочили? Да. Я уж не умещалась. То есть в купель была? Да, в купель сначала посадили, да, гнули-гнули, поливали, а потом в воскресенье. Сколько лет Вы точно не помните? Семьдесят? До школы. А до школы еще, да? Да, до первого класса. До первого класса. Да, до шести или шести. А Вы одна шесть живете, да? Да. Да. Да вот сейчас Евангелие, Вы его хоть когда-нибудь читали вообще-то? Библию, Евангелие. Говорит услуг у меня есть. А Библию, Евангелие, Новый Завет. Новый Завет есть. Новый Завет. Вот это Евангелие туда тоже входит? Угу. Ну, это здесь крупный шрифт, а может быть хорошо читать. Угу. Я грешница, грешница. Ну, грешники Морисея, понятно. Жаху не. Вы постельство соблюдаете? Нет? Нет. Нет. Ни разу не постельство? Нет. Нет, не выдерживала. Нет. Нет. У меня своя какая-то идеология. Я живу, как сказать, и правильно, и правильно. Я никому вреда не делаю. Ну, это понятно. Вот сейчас это, нет вот. Вера у нас должна быть, знаете как, по Евангелию вот именно. Вот спасительная вера, как один говорит все-таки проповедник, диссионер, он говорит, что и в аду хороших людей тоже много. Они когда туда впадают, они тоже раскаиваются. Добрых людей очень много. Они говорят, там и в аду их тоже много. Но дело в том, что если люди просто добрые дела делают, ну, ради счастлива, может кто-то ради какой-то выгоды, добрые дела само по себе не спасают. А вот добрые дела ради Христа, вот они спасают. Вообще-то Господь наш Иисус Христос, вы Бога-то знаете кто? Потому что многие крещеные, а Бога не знают. Вот. Когда вы читаете Евангелие Новый Завет, там уже говорится о ком? О Иисусе Христе, как пророки-пророчестве, это же было заранее пророчество, что придет Спаситель. Вот. Иисус, он переводится как Спаситель. Христос как помазанник. То есть придет Спаситель и спасет нас. От чего? От наших грехов. Вот. А как он спасет? Там было представлено, что он должен распяться за наши грехи на кресте. Вы крестик носите на себя? Да. Вот. Распятие, крестик. Вот почему мы? Это нам память, напоминание, что Иисус Христос распялся на кресте ради нас, ради нашего спасения. Вот. Ну, до этого пророки предсказывали, что придет скоро Рождество будет. Мы отмечаем, что... Ну, дата сейчас, может быть, и не понятна. Потому что у католиков одна дата у нас другая. Ну, мы сейчас, может быть, точно и не скажем именно. Это уже не имеет значения. Но факт то, что он по-человеческому естественно был по плоти, как человека. Определенное число у него. Дата рождения, да? Так же дата смерти была. Ну, а по Богу он был всегда. То есть он Бог и человек. Иисус Христос, Бог и человек. Это мы читаем и понимаем из Евангелия. А Святая Троица мы там видим. Если вы будете читать о крещении, вы там увидите, что перед крещением Иисус Христос был тоже предсказан пророками Иоанн Претечий, креститель. Может, слышали такое? Вот. Они были родственники. Ну, возраст только полгода у них разница. Иоанн Претечий, он тоже, но он был, как сказать, пророк. Тоже великий пророк. Пророк празднуется. Вот. 11 сентября, да, там? Да. Ну, это день в секновении головы, там постный день. Вот. И, значит, когда он призывал народ к покаянию, было крещение, тоже Иисус Христос пришел на крещение. Но вот я читала, что Иоанн его крещение само по себе не спасало. Только люди, ну, как сказать, к покаянию он призывал народ. А крещение омывало от грехов только через Иисуса Христа. Потому что Иоанн Претечий, он человек. Вот. И первородный грех на нем тоже был. Конечно, хоть он и жил правильно, но все люди, которые после Адама рождались, вот этот первородный грех, он переходил уже из рода в род. Он сохраняется на каждом, на всем человечестве. От первородного греха мы только спасаемся, очищаемся Бог в крещении в самом. Через уверование. Когда мы уверены, что Иисус Христос, мы покаемся, мы признаем, что мы грешники, да? Вы же признаете? Конечно. А тут некоторые даже не признают, что они грешники-то, да? Вот. Если мы признаем, что мы грешники, если мы уверены, что Иисус Христос, он богочеловек, он совершенный, то есть человек был совершенный без греха, на нем не было даже первородного греха. Почему? Потому что он был рожден от Девы Марии, ну, таинственным образом, скажем так, да? Ну ладно, это история. Это история. Сейчас все хуже, 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 хуже. Ну, это было предсказано, знаете как, что, я хочу сказать, что Иисус Христос распялся за грехи всего мира, но стоит условие такое, если любой человек может спастись, не важно, там он русский, татарин, еврей, ну, разных национальностей же у нас много, хоть африканец он пусть, хоть чернокожий, хоть белокожий. Господь любит всех, и Он желает всем спастись в разуме истинно при теле. Он всех призвал к спасению. Сейчас по этому проповедь она везде идет, через Евангелие вот это, вот, но должна быть правильная истинная, потому что сейчас много вертиков, сектантов, они тоже вроде раздают Евангелие, но они уводят, истину не знают, они вне церкви. Мы должны быть, чтобы спасти еще с собой церкви. Вот у нас православная церковь, у нее есть свещество, только положенное, законное, это истинная, правильная церковь. А вот кто вне этой церкви, он еще вне спасения. Вот вы примете крещение в православной церкви, это уже хорошо. Если вы признаете, что у вас есть грехи, это тоже хорошо. Но нужно каяться, если вы примете крещение, у нас существует таинство. А вы хоть раз в жизни ходили на это? В церковь? Да, в церковь. А там же вот священники, там же есть таинство покаяния. Мы же грешим, грешим. Бога не знаем, Евангелие не читаем, посты не соблюдаем, браки не венчаны. Ну, там много грехов, да? Если мы придем, мы должны раскаяться перед Богом, да? Священник, он всего лишь свидетель. Господь, если мы раскаемся искренне, Он прощает нас в грехе. Для чего это нужно? Чтобы мы уподобились Богу, добродетели творили. И чтобы мы, умирая в этой жизни, уже только тело умирает. А душа, она вечная? Где она будет? Мы, конечно, надеемся, что в Царствие Небесное хочется в Царствие Небесное попасть, да? А туда, скажем, ничто нечисто не пойдет. Чтобы забойти, как раз мы должны заповеди соблюдать. Заповеди нас слышат, да? Десять основных заповедей. Но, на самом деле, их там больше еще. Заповеди, она, как говорится, обширная очень. Вот. Но она попросту, можно сказать, вот эти десять или все заповеди можно две уместить. Первое. Господь сказал, что Христов, когда приходил, «Возлюви Бога Своего всем сердцем, всем душой, всем помышлением, как самого себя». Вот все заключается. Вот. И, когда мы это исполняем, ну, и, конечно, нужно правильно, чтобы было крещение. Потому что сейчас проводят крещение многие, они даже, ну, как бы, все подряд крестят. А люди, может, и не веруют даже, и Бога не знают. Пришли, если раньше была категоризация, проводилась, да? Вот. Там, я сейчас знаю, есть одна община. Вот это на технике, проповедник сильный. У них там от трех до пяти лет. То есть они изучают Евангелие. Все это проходят. Чтобы человек уверовал, он должен все-таки знать учение Иисуса Христа. Вот. Уверует когда он? Только тогда уже можно к окрещению. А у нас, получается, свечи священники уже не учат. Люди пришли, они иногда даже и не знают. То, что, ладно, там свечку поставить, креститься и чисто обрядовая часть. Это легко, это просто. Это всегда можно учиться. И потом, да? Это не основное. Основное все-таки, знаете, догматы. Вот веру, знаете, вот наши основные догматы, наши веры православные, которые записаны вот символом веры. Учили, знаете? Веру в единого Бога, отца содержите, отца неба, земли, да. Как это... Больше мне не запомнился, до половины дошла, никак не могла. Как это мне нравится. Даниил Сусоев говорит, что это как бы будет наш пропуск на тот свет. То есть мы должны этот символ знать наизусть. Мы его знать и понимать должны, что Бог Отец, Он был всегда, Он совершенно Бог. Что это первое лицо, да, Святой Троице? Что Иисус Христос, это второе лицо Святой Троице? Он... У него две природы. То есть была божественная природа и человеческая природа. И Дух Святой, Трительство Святой Троице. Вот. И, ну, нельзя согрешать против Святой Троицы. Нельзя хулить. Потому что все грехи Господь простит. Он говорит. Но хула на Дух Святого не прощается. Потому что сейчас, вот видите, много и храмы хулят, и священства. Ну, мы должны смотреть в себя, вникать в себя, да, свои грехи разбирать, а не чужие. Не осуждать никого. Ну, как же не осуждать? Обличать мы должны ненавидеть только грех. Вот смотрите, если человек грешник идет, ну, там пьяница, бомж, какой бы не был любитель, да, мы должны осуждать не самого человека. человека. Потому что человеком все удобно, присклонно, когда хочешь. Нужно осуждать только грех. И, конечно, он не хочет. Вам там был звонок? Я уже сейчас, конечно, немножко тогда отвлечемся. Я вам это, прочитаю что-нибудь. А вы в храмы ходили где-то? Ну, например, давайте вот через какую-нибудь я вам выберу. Вот сейчас у нас зима. Или был такой немножко о природе. Хрустальные березки. Хрустальные березки под моим окном все покрылись тонким льдом. Капельки сосульки на ветвях висят, качаясь, как свистульки на ветру шумят. Тяжело березам с ножей такой, хочется им скинуть полок ледяной. Солнышко не видно, спряталось оно. Дождик с мокрым снегом к нам стучит в окно. Нелегко березкам качаться подождем, только б не сломаться им под хрусталем. Будет день хороший, солнышко зайдет из деревьев, тяжесть ото льда спадет. У нас это было в 2010 году. Такая уже погода. А еще у вас должна быть женщина. Она пишет стихи и все на их тематике. Живет в новом городе и фамилия забыла. Давайте выбрать души. Душа, проснись, пока твой дом не разорен. Идут последние года и есть знамение времен. Покайтесь, Библия всему миру гласит. Всегда выбор пути для души предстоит. Кому ей служить и славить кого? К Богу идти или против него? Если душа в сердце скажет «О да!» Я согласна на жертвы, а не не беда. Прибывать хочу с Бога всегда. Лишь войти бы в царские врата. Вот тогда радость на сердце сполна. И надежду спасения получит она. Ну а если душа вдруг гордо решит, Что сама она Бог и не нужен ищет, То падет она скоро и так глубоко, Что помочь ей будет уже нелегко. Гордыня закроет вход души в небеса. И вражью слышит она голоса. В своем виде смятения и ума помрачения Тогда не поможет и тело лечения. А Божья милость ее сможет спасти. Лишь надо ему покаяние нести. Ведь Бог есть любовь и источник, И жизнь не источник. В Библии все написано верно и точно. А вот совесть. Плохо, когда человек грешит, А совесть его при этом молчит. Это значит, ее заставляет молчать, И давит на горло, не могла чтоб кричать. С ней часто на сделку идут, И просто бессовестно угут. Ее зов не слышит подчас, И оправдывается всякий раз. А если совесть вас сильно гложет, Она значит, не зря вас тревожит. Ею правит всего мира князь, И совесть хочет в себя сбросить грязь. Ей нужно только в этом помочь, В покаянии жить в день и ночь, О прощении Бога просить, И своей жертвы ему приносить. А жертва Богу, дух сокрушен, Твоя совесть чиста, ты прощен. Если сердце в смирении живет, Тогда зло из него уйдет. Вот сейчас вот эта совесть Мешает жить. Совесть, вот понимаете, Это, как говорят, Совесть, это голос Божий. Для чего Господь в нас вложил? Вот раньше писаного закона При Адаме же не было, Ему должна была совесть. И когда он согрешил Адама, Ева, Господь сказал аплодисменты, Изначально уже не было написанного закона. И они жили по совести. Вот, то есть совесть, Она должна была им подсказывать, Закон Божий был вложен в эту совесть. Он и сейчас есть, он существует, Он действует. Просто мы не чувствуем этого, Потому что грехами мы ее, Как камнем, придавили, придавили, Постоянно грешим, грешим, грешим. Еще почему и говорят, Сожженная совесть. Это говорит, Настолько человек низко пал, Настолько много согрешил, Что он уже ее не чувствует. Она у него как сгорела, Как будто до сла сгорела. Поэтому, говорят, бессовестная. Такое существует выражение. Это говорит человек о том, Что он очень много нагрешил, И не кается. А вот, когда человек согрешает, И потом кается, И оплакивает свой грех, Пред Богом Господи, Я согрешил, прости, Я хочу покаяться, Я хочу измениться. И Господь помогает, Совесть очищается через покаяние, И тогда она дает нам чувствовать, Когда мы что-то нехорошо делаем, Она нам подсказывает. Это же очень хорошо. Даже вот маленького ребенка, Начиная с детства, Ты его научишь, Он будет подрастать. Что хорошо, что плохо, Нужно ему объяснить. И совесть ему будет подсказывать, Что там что-то можно делать, Что нельзя. Если он согрешает, То совесть ему говорит, Как бы нельзя это разрушить. Полник на полник приходит. То есть совесть, Это Господь все премудро устроил. Она должна быть. Если она вас о чем-то обличает, Значит, Где-то какой-то есть ваш грех. Нужно, Значит, Его разобрать в себе, Вспомнить, Найти его, И покаяться в нем. Да, Это обязательно. Нам вообще любой грех Нужно обязательно покаяться, Когда вы не согрешили. То есть, Себя. Вот согрешили, И тут же покаяться. Самое лучшее. Но если не получается, Ну хотя бы до заката солнце, Покаяться перед тем, Чтобы лечь спать. Потому что многие говорят, Во сне умирает. Мы же не знаем. А там сказано, Что даже один грех, Даже один грех нераскаянный, Он может в ад утащить душу. Поэтому, сколько бы ни было грехов, Там, ну, количество их, Можно говорить, как песок морской. Но их всех Господь может простить, Но только если мы в них покаялись. То есть, вот, Как сказать, Раскаянные грехи должны быть. А не то, Что мы в них не раскаяемся, И говорим, Господи, прости, А сами, вот, как человек говорит, Он пьет, блудит, Потом придет, прости меня, А сам опять проживает пить, блудит. Но это уже как бы лукавство, да? Такой грех, Как он может проститься? Мы должны меняться, Менять свою жизнь. В этом и покаяние. Вот сектанты, конечно, Вертики, они тоже много, И Евангелие читают, раздают. У них тоже есть Благодать призывающая, Обращающая. Но у них нет Благодать освящающей. Они вне церкви. А мы православным Благодарны Богу, Что мы в церкви, Законы рукоположные, У нас есть священство. Потому что у них нет Рукоположного Закона священства От первых веков. Вот которая у нас Церковь, Соборы, Кононизация была, Семь соборов вселенских. Они написали там, Это символ веры было, Это тоже написано. Вот они как бы Для нас это все сделали, И мы этим спасаемся, Соблюдая, Зная эти правила, Все законы, Заповеди. А Евангелие нам Для чего помогает? Потому что совесть, Мы, говорит, Настолько грешили, Что уже некоторые, Ну не можем различать, Где добро, где зло. И поэтому Закон нам Вот в Евангелии Помогает. Там описано, Чего можно делать, Чего нельзя. За что Господь наказывает. Вот сейчас В школе, Которая У авиастроителей Там эти детки Православная школа, да? Ой, я сейчас не знаю, Раньше же было вот эти ОПК, Как они православные Какая-то курсы, Что ли, Культуру там изучали. Сейчас, по-моему, Запретили, Сейчас уже нету. Это же, у меня сына Когда училась, В каких-то, в пятом, Что, классе тогда было, А сейчас, по-моему, Нет уже. Потому что там же есть И мусульмане, И люди неверующие, Разные. Они начинают пробовать, Но что-то потом Отказались, Не получилось у них. Нет у них сейчас. Есть только воскресная школа При храмах. Вот при храмах, Пожалуйста, Детей водят, Разных возрастов Можно ходить. Я знаю, водят. Почти при каждом храме есть. У нас там курды есть, да. А в школах нету. В школах нету. Нет, при храме школа. А, при храме? Да. А, ну да, это да, При храме есть. Но, они изучают закон Божий, Больше, что там, Писать, рисовать, Что-то короткие, Какие-то основы. Но, я думаю, Аскетики там нету. То, что серьезное, Нужно нам, Чтобы спастись. Как преодолевать Вот эти страсти свои Побеждать. Да, что такое страсти. Вот, например, Гнев. Чем? Как его победить? Он побеждает с кротостью. Это нужно только Аскетику и рассматривать В поучении святых отцов. Там Феофан Затворник, Васильев Великий, Иоанн Затворник. Вот такие великие Учителя церкви. Вот, когда их читаешь, Рава Дорофей, Это оттуда можно научаться брать. Потому, что с Евангелем Мы это, опять-таки, Не увидим в самом Евангелии. Вот. Иоанн Затворник Иоанн.